Ни для кого не секрет, что активные зимние виды отдыха, включая рыбалку, можно смело отнести к экстремальным. Судите сами, кругом холодно и скользко. И если я нечаянно поскользнулся, подвернул ногу и оказался один в глухом лесу, то это тема другого разговора. А по поводу зимней рыбалки у нас есть что вам рассказать и показать. Тем, кто до сих пор сомневается в сложности зимней рыбалки, стоит напомнить, кто же такой рыболов зимой. Он ступает порой на тонкий лед, бурит его иногда в нескольких километрах от берега в метель и 20-градусный мороз. Часто он бывает один на один со стихией. Это и есть настоящий экстрим. И чтобы найти его, достаточно сделать один шаг на лед. Первый шаг. Вы же не знаете, что здесь, да? А вдруг тут промоено? Поэтому будьте осторожны. Если есть возможность взять пешню, есть такой вот посох ходит мороз, а есть пешня, вот просто взять и простучать. Если лед с первого двух раз не пробивается, значит на него можно осторожно выходить. Когда снег, тоже не знаете, что под снегом, может быть там майна, может быть там лунку пробили, какие-нибудь браконьеры сетку опускали. Будьте осторожны, братцы. Если есть возможности, я еще раз говорю, аккуратно прошли, простучали. Все, как мины. Здесь ошибки быть не может. Провалитесь и будете мокрые, испортите себе и настроение, и здоровье. Рыболову-зимнику, даже умудренному опытом, все же стоит иногда повымерить свой пыл и в отсутствие собратьев по рыбалке стараться не выходить на лед одному. Помощь со стороны может не успеть, а тот, кто рядом, точно протянет руку. К сожалению, правил у друзей на рыбалке следовали в нашем городе не все. Потому и в этом зимнем сезоне уже есть трагические истории. Зафиксированы, к сожалению, у нас несчастные случаи, гибель человека в Ставропольском районе. То есть человек в пургу, одиночка, вышел на подлодный лев, ну и, собственно говоря, вот только вещи пока нашлись, к сожалению. Павел Павлов, ведущий программы «Рыбацкие байки», занимается любимым рыболовным делом, сколько себя помнит и летом, и зимой. И за все эти годы опыт он приобрел немалый. Видел, как люди проваливаются под лед, участвовал в спасениях, а потом узнает точно, какие правила нужно соблюдать на льду. У меня вот с собой всегда есть вот такое приспособление. Называется спасалки. Весят они, всего ничего не мешают. Но если провалитесь, у вас будет возможность выкарабкаться, да, вот острыми шилами, зацепляться и выкарабкиваться. Но это уже на крайний случай. И запомните, что, друзья мои, нет такой рыбы, ради которой стоит рисковать здоровьем и тем более жизнью. Поэтому, если есть возможность, потихонечку прогулялись по льду. Рыбаки знают. А если вам просто нужно погулять, ходите по тропинкам. Сейчас даже как-то с трудом воспринимаются прошлые времена, когда рыболовы уходили на зимние поля Жигулевского моря без связи. Шансов их найти в случае ЧП было не так и много. Зато сегодня есть все технические возможности, чтобы в момент опасности вызвать помощь. И не просто назвать направление, а еще и сообщить точные координаты. Современные средства связи такими опциями располагают. И, конечно, на зимней рыбалке не стоит забывать об одежде. При ее неправильном подборе можно либо обморозиться, либо перегреться. Оптимальный вариант зимнего одеяния вам легко подберут в любом специализированном магазине. И лучше, если это будет костюм-поплавок. Всем рыбакам я настоятельно рекомендую приобретать неопреновые костюмы. Сифоксы неопрен. Поплавки они еще называются. То есть это дает человеку все-таки остаться на плаву и вылезти непосредственно уже из полыньи. Конечно, настоящего рыбалого зимника или просто начинающего, но отчаянного рыбака трудно убедить не идти на лед, если за окном минус 25 и метель. Но все же остается вера в здравомыслие и в конце концов в трезвый расчет. Тот самый, который положит на чаши весов рыбу и жизнь. И жизнь в этом расчете обязательно должна перевесить. Да, и еще одно. Помните, что зима и алкоголь – вещи, которые между собой не дружат. Поэтому заниматься активными зимними видами отдыха, включая рыбалку, лучше на трезвую голову, так и родным спокойнее. И впечатление острее и ярче. Ну и в конце самое простое и точное пожелание от рыболова со стажем Павла Павлова, оставшееся за кадром. Ходить на рыбалку не столько за экстримом, сколько за удовольствием. И верность этого тезиса сомнению не подлежит. Василий Логинов, Павел Павлов. Новости Тольятти.